Привет! В условиях этой коронавирусной чумы многие потеряли работу и не знают как заработать немножко денежных знаков. Сегодня я покажу вам как заработать примерно 10 тысяч рублей на ремонте телевизоров одной отверткой и без всякого знания радиоэлектронных навыков. Первым делом вам надо найти сломанные недорогие телевизоры пациента со сгоревшей светодиодной подсветкой. Какой телевизор стоит 1500-2000 рублей и донора с разбитой матрицей. Какой телевизор стоит не больше 1000 рублей. После чего связаться с продавцом и договориться о встрече. Для начала пару советов какие телевизоры надо покупать. Погуглите модель телевизора. Первое что должно быть это цифровой тюнер. Например для России это DVB-T2. Второе что немаловажно это подсветка. Очень легко ремонтируемый телевизор с подсветкой Direct LED. Это когда светодиоды находятся позади матрицы. Не стесняйтесь у продавца спрашивать как сломался телевизор. Падал ли он? Либо сам погас. Как правило телевизор с такой поломкой это 2013-2014 года. Сейчас я вам покажу на примере как надо покупать телевизор. Здравствуйте. Добрый вечер. Чувак Константин. Вот он да? Ну да. Что с ним случилось? Что-то совсем печально. Тускло. Что-то стало показывать. Ясно то есть не падал ничего? Не падал просто со временем. За полтора отдашь? Сейчас я с приятелем заеду еще за двумя телевизорами, после чего в лабораторию зарабатывать деньги. Сейчас приступим к работе. Я взял два телевизора для того, чтобы с донора пересадить подсветку на пациента. Это разные модели телевизора. Донор на класс выше. В вашем случае надо найти два одинаковых телевизора, это я знаю что у них корыто одинаковое. Корыто это вот такая вот задняя часть телевизора, на которой крепится подсветка и электроника. Почему я взял две разных модели? Да потому что у меня уже есть заказ на материнскую плату от этого телевизора и продам ее за 3500 рублей. Я уже в прибыли. Приступим! На случай развлечения с телевизорами у меня есть специальная поролоновая так называемая скатерь для того, чтобы матрица не шелкалась об стол. Обязательно складывайте шурупы в какую-нибудь коробочку. Если шуруп или какой-то объект попадет под матрицу царапин не избежать. Чтобы добраться до подсветки нужно снять матрицу, это самая серьезная часть ремонта. Для этого нужно оценить шлейфы и снять пластмассовую раму, которая держит матрицу. Все это делается очень легко. Будьте аккуратны, повредите матрицу и выкиньте этот ящик на помойку. Хотя это будет очень хороший урок. При следующем ремонте будьте аккуратно обращаться с матрицей. По всему периметру пластмассовой рамки расположены пластиковые защелки. После того как рамка ослабнет, переверните зомбо ящик, чтобы матрица не вывалилась. Я использую перчатки, чтобы не оставались следы на матрице. В вертикальном положении матрицу проще переносить, так как в горизонтальном она просто может лопнуть под своей тяжестью. С легкостью отщелкивается рамка, которая держит рассеиватели. Обязательно снимайте все на видео, чтобы потом собрать в том порядке, в котором вы разбирали. В общем то я добрался до подсветки. Видно, что уже ее ремонтировали. Сейчас разберу донора и пересажу здоровые органы больному пациенту. Разборка донора почти ничем не отличается от больного зомбо ящика. Я еще раз хочу повториться. Записывайте все на видео, чтобы потом не было проблем в сборке. Как я и говорил, корыто этих телевизоров одинаковые. Можно было переставить просто матрицу с тайминг контроллером. Но к сожалению материнская плата уже продана. Перед тем как демонтировать светодиодную подсветку, обязательно отключите шлейф. В конденсаторах осталось еще какое-то напряжение и вас может очень неприятно разрядом. Подсветку очень легко развести с корытом. Смотрите как правильно отсоединить контактную группу. Новички очень часто убивают подсветку именно в этом месте. Нужно просто с легкостью нажать на замки контакты и потянуть на себя светодиодную линейку. Пришло время установить донорскую подсветку на наш больной зомбоящик. Здесь будьте особо внимательны, чтобы светодиодная линейка очень хорошо контактировала с корпусом телевизора. Который в свою очередь отводит очень хорошо тепло от нагретых светодиодов. Какая красота! Вся подсветка работает! Теперь только осталось собрать зомбоящик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как попало соберу все равно продавать. Не вздумайте так сделать. Как попало вы можете собрать. Только если купили телевизор для себя. Для продажи все защелки должны быть защелкнуты. Не должно остаться ни одного шурупа. Перед продажей телевизор обязательно натрите, чтобы он был как новенький. Делайте все качественно и аккуратно, чтобы потом не пришлось краснеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот зомбоящик показывает! Некоторые господа любят накручивать подсветку на полную. Я хочу поставить так называемую защиту от дураков. Я хочу увеличить сопротивление только ограничивающего резистора. Тем самым уменьшу ток на подсветку. Если вы новичок, то даже не заморачивайтесь по этому поводу. Просто предупредите покупателя, что если он хочет, чтобы его телевизор служил долго, то пусть не задирает бегунок подсветки на предельную мощность. Зомбоящик отлично работает. Это первый вариант, как можно быстро заработать денег. Но есть и второй вариант, тоже связанный с подсветкой. Это еще один пациент. В данном случае я не буду искать донора. Я просто вскрою телевизор и посмотрю маркировку подсветки. Этот способ долгий и более дешевый. Но зато вы получите новую подсветку, которая проработает намного дольше. В этом ящике три линейки подсветки. Горит только один светодиод. Надо менять. Где вы будете искать эту подсветку? На Али или на Авито? Не важно. Сейчас самое главное узнать маркировку. Я заказал подсветку на Али. Пришла она мне в такой интересной трубе. Со вторым пациентом будем производить ту же самую процедуру по сборке. Перед тем как ставить рассеиватель и матрицу обязательно запустите панель чтобы убедиться что все светодиоды исправные. Только после этого приступайте к окончательной сборке. В общем то два телевизора работают отлично. Но не вздумайте их сразу продавать. Эти телевизоры должны еще проработать как минимум 7 дней без выключения. Это убедиться в том что все узлы работают нормально. Только после этого я размещу объявление. Я еще раз повторяю. Сперва погоняйте эти аппараты, а потом уже выставляйте на продажу. Чтобы потом не стыдно было. Ну вот аппараты проработали почти 7 дней. Если сгорает хоть один светодиод на экране телевизора, появляется темное пятно. После того как вы убедитесь что все в порядке, можно смело фотографировать телевизор. Обязательно сфотографируйте общий план, заднюю часть блока входов сигналов. И обязательно марку телевизора чтобы у покупателей не возникало вопросов. После чего размещайте ящик, будь это авито, юла, вконтакте, инста, неважно. И ждите щедрого покупателя. Подобьем. Мы заработали почти 15000 рублей. Одну бумажку мы потратили на закупку всего этого барахла. Из чего мы сделали 10000 рублей или 130 долларов. Ну неплохо я думаю. Эти бабушки я заработал ногами и отверткой. Так что не отчаивайтесь ищите еще где можно поднять денег. Или смотрите у меня в инсте. Вот адрес. Нет я не забыл о сборке бомжик струдера. Или тестовые печати вторичными полимерами. Скоро они выйдут на канале. Но вы главное не болейте и храни вас Господь. Помните отвертка рулит. До встречи. Это первое видео такому плана. Как заработать денег? Решать вам комментариями под видео.